Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Самвеле Дамяне. Ребята, посмотрела Трансуху, Севка поёт, Надя млеет, куколки в экстазе бьются. Куколки, Надя, хоть кто-нибудь скажите, от чего вы бьётесь в экстазе? Ребята, я не знаю, он пел эти песни на таком каком-то надрыве, где-то пропадал, даже срывался голос, но это как мне кажется. Я, конечно, человек, да, более приземлённый, не посещающий оперный театр, но факт остаётся фактом. Мне, например, его вой не заходит вообще. Мне кажется, он эти песни даже не вытягивает, а именно орёт. Именно по этой причине он и предпочитает петь в ванной комнате, в подъезде где-нибудь, потому что лучше акустика, чем, например, сидя в квартире в кресле над телефоном. Ну, такое себе удовольствие. Но Надя млеет, потому что Севка обозначил, концерт посвящён именно ей. Вы представьте Надя на состоянии. Она там просто потекла. Ведь ощутить себя на данный момент музой Самвела Адамяна действительно не каждому дано. Когда ещё такое было или будет? Ну, не было ни одной песни о любви. Всё вот эта песня про осень, которая никого не пощадила, да, глядя на Надю, не пощадила. Потому что Надя приезжает вся такая окрылённая, воодушевлённая, с макияжем, укладочкой, причесочкой, маникюром, реснички нарощенные, бровки покрашенные. Ну, в общем, всё как должно быть. А уезжает просто такая же никакая, как и мама. Ребята, я смотрю, сидят уже две такие вот, знаете, измученные, замученные, потасканные жизнью женщины. Что ТВ, что Надя. Она в этом кресле уже сидит и, видно, по ней абсолютно ничего не хочет. Хотя, объективно, от чего она устала, тоже непонятно. Но как-то очень неположительно на ней сказывается отдых у Самвела Адамяна. Но вот как-то выглядит далеко, далеко не айс. Ну и дальше, ребята, люди интересуются, зрители, когда же будет продолжение с яйцами. Но чёткого ответа на это не последовало. А я бы, например, ещё раз с удовольствием посмотрела на это зрелище. И даже Коки обнаружился в чате, который готов прислать 50 долларов, чтобы Надю ещё раз шарахнули яйцом по башке. Вот это вот действительно, друзья. И, кстати, удивительно, вот такая вот высоконравственная, высокоморальная Юля. Вот такая вот правильная по жизни. Вот такой вот Коки, да, такой заботливый, добрый, мимимишный паренёк. Почему же никто не сделал Севке замечание, что это было ужасно. Это было дико и аморально. Точно так же, как и Ира, такая вот вся правильная по жизни мать и жена. Никто Севку даже не попытался поставить на место. Ну а с другой стороны, в принципе, а зачем это делать? Ведь это решение было Наде, позволить собой такое проделать. Поэтому чего кто-то должен за неё заступаться и тянуть мазу и рассказывать, что это неприлично и так быть не должно. Ну и дальше обратила внимание, сидят, вся квартира в иллюминации, всё везде горит, везде свет, всё включено. У меня возникает вопрос, вы вообще в адеквате? Каждый день к нам обращаются с просьбой экономить электричество. Из-за того, что уничтожены, да, там, я не знаю, повреждены наши электростанции, многие люди вообще сидят без света. Веерное отключение. И где свет появляется, его просят просто катастрофически экономить, для того, чтобы другим людям хватало. Ну где, ребята, Севка, Адамяна, Надя и мысли о других людях? Конечно же, нет. Их это абсолютно никак не колышет и не волнует. Хотя, с другой стороны, сидите в одной комнате, потушите, блин, нафиг свет сидите и снимайте свою трансуху. Но нет, до этого руки, конечно же, не дошли. Точно, кстати, так же, как и изготовление выпекания вот это постоянное пирожков. Да, я знаю, девочки, мне писали, что у него электродуховка, но у него не, вернее, писали, что газовая духовка. Но у него не газовая духовка, это электроплита. Я сколько раз специально обращала внимание, у него электродуховка. У него верхняя варочная поверхность газовая, а низ электро. И таких моделей у нас, в принципе, практически в каждой квартире именно такие модели и стоят. Люди редко берут газовые духовки, а у него стопудово это электроплита. Ну, по крайней мере, как я это сумела рассмотреть. Поэтому и здесь электричество тоже нормально потянуло. Ну и дальше, конечно же, восторг от мамоного сахара. А как оказалось, Наде даже позвонила ее кума-диабетчица и интересовалась, как же и чем питается ТВ, что у нее такой низкий сахар. Ребята, я вообще в шорохе. То есть, какие последствия это все может иметь? Потому что люди, которые разуверились в медицине и видят, что не очень помогает, либо приходится постоянно и жестко себя ограничивать, могут действительно насмотреться на такого, как севка и мама, и начать делать эксперименты над собой в надежде понизить сахар. И это ужасно, потому что, как минимум, такие моменты транслировать все-таки нельзя. А если и проводить такие эксперименты, то изначально обозначать людям, что не стоит это повторять. Это опасно для жизни. Ведь никто на самом деле не знает, какие последствия для мамы вот эта вот кето-диета будет иметь в дальнейшем. А видя ее состояние, оно у нее далеко-далеко не айс. Ну и дальше полетели вопросы, кто же для Севки на самом деле такая Надя. И здесь, ребята, пришло Наде на время действительно удивляться. Севка сказал, что она его крестная зрительница. Но Надя была в восторге от этих слов. То есть человек дал понять, что это, да, вот так вот не пришей к женскому половому органу рукав. Но вот такая вот, кто-то рядом проходящая, которая себя навязала, готова участвовать в моем цирке, в моей клоунаде. Выполнять все, как, я не знаю, какая-то цирковая собачка, обезьянка, любую мою прихоть и команду. И мне за это ничего не будет. Но самое главное, Надя не услышала зрительница, а, конечно, услышала крестная. Ах, как эти слова греют ее израненную душу. Наконец-то дождалась она признания. Ведь сколько раз она топила за то, что она Севки крестная. Ну и дальше полетели комментарии по поводу того, что Надя для Севки лучшая мать, чем ты вы. Вот прям мама-мамочка. Ребята, я большего бреда на самом деле не слышала. Но по большому счету, кто может заменить родную мать. А в случае с Севкой, ему вообще не родная мать не нужна, не Надя. Ему нужен исключительно контент. И все, что делается, делается исключительно для того, чтобы на этом заработать. Поэтому, в принципе, Севки фиолетово. Надя это будет, мама это будет. Или любой тот, кто готов будет занять эту нишу и позволять себя вот так вот унижать. Но здесь, конечно, мама на нутро сколыхала. И даже сама Надя решила польстить маме. И рассказать, что маму родную никто, конечно же, не заменит. Хотя Надя спит и видит занять мамкино место. Но и здесь зерепенилась мама, которая рассказала, что ее, конечно же, никто не заменит. Нет, мама, вас никто не заменит. Надя, если займет ваше место, она пробьет дно еще ниже, чем вы. Почему? Потому что человек уже на это готов. И яйца были тому подтверждение. Ну и дальше мамка начала оправдываться и рассказывать всем нам, что она хорошая мать. Не алкашка, а нормальная женщина. Почитайте комментарии нормальных людей, и вы все поймете. Но вы знаете, ребята, я не знала, что для того, чтобы быть хорошей матерью своим детям, достаточно всего лишь не быть алкашкой, а быть просто нормальной женщиной. Но это опять-таки по меркам мамы она нормальная. Но где нормальная мать и где ТВ? И опять-таки, вы знаете, ребята, смотришь на нее, человек, который не дал абсолютно ни капли любви своим детям. Человек, который не дал ни капли любви и заботы своим внукам. Человек, который действительно всю свою жизнь прожил для себя. Такое ощущение, что и дети для нее эти были лишние. То есть, скорее всего, муж настаивал, и мамка их рожала. Но особого восторга от материнства она не испытывает. То есть, даже достаточно посмотреть на ее отношение к внукам, на ее отношение к детям, на отношение к единственному правнуку. И все становится понятно. Но для мамы главный показатель. То есть, я не алкашка, значит, я нормальная женщина. Ну и, конечно, поддержку мама ищет в комментариях. Кстати, комментариев там, где пишут, какая мама хорошая, ничтожно мало. И в мамином понимании, конечно, все те, кто пишут о ней хорошо, это нормальные люди. И вот опять-таки, а как мы должны сделать вывод о том, что кто-то говорит, что мама нормальная. Не зная, кто это говорит. И возникает много вопросов к говорящим это. То есть, все ли в порядке с этими людьми, если они считают, что ТВ достойная мать. И кто в таком случае вырастил их. Ну и дальше, ребята, Надя зовет Севку на смотрины. Оценить ее нового кавалера. Первый вопрос, который у меня возник. А не потерялся ли кавалер после вот этого яйца по башке шмяк? На месте ли он? Все-таки необходимо проверить. Потому что ни один нормальный мужчина, если испытывает какую-то симпатию к женщине, видя, как ее унижают. Но здесь два варианта. Либо он с ней не останется, понимая, что она это позволила сама. Либо, как минимум, каких-нибудь лобосей, затрещин, севки-то и надает. Вот поэтому Надя чревато севку вести на смотрины к мужчине. А второй момент. А что тебе севка? Ну то есть, простите, ребята, да, это то же самое. Вот я люблю человека. У нас там сложились какие-то отношения. Нам хорошо вместе. Но чисто логический вывод. И причем здесь, например, какая-нибудь моя подруга, которая должна сделать выводы и посмотреть на моего будущего избранника. Хорошо, а что изменится, если севка его одобрит или наоборот скажет, что он плохой? И как вообще можно надеяться на то, что кто-то примет за тебя решение? Либо одобрит, либо отбракует. Это и говорит о том, что у человека действительно мозгов меньше, чем у курочки в голове. То есть, там, скорее всего, одна извилинка, и то уже деградируется по полной. Она там еще какие-то предсмертные судороги в башке у Надьки делает, но, походу, она не жилец. Ну, я имею в виду судорога, ой, это нервная, да, вот эта вот штучка, не жилец, которая извилина. Так вот, вот я на это смотрю, и для меня, ребята, это дикость. То есть, ты прожила жизнь. Ты что, не можешь сама понять, нужен тебе этот мужчина или нет? Но я так думаю, что для Нади это лишний повод вытянуть к себе севку и надеяться на то, что у него это вызовет и спровоцирует какую-то ревность. Тем более, севка все чаще и чаще говорит о том, что Наде мужчина не нужен. Конечно, по севкиному мнению, Наде мужчина не нужен. Почему? Потому что кранты действительно будут контенту. Когда у Нади будет мужчина, тяжело будет вырываться на такое количество времени к адамянам и пилить им контент. Поэтому севка и отсекает любого человека, который претендует на руку и сердце надежды. А Надя, наверное, где-то в глубине души себе нарисовала, я не знаю, какие-то розовые замки и надеется на то, что это проявление его ревности, и он не хочет, чтобы Надя принадлежала никому. Эх, Надя, Надя, какая же ты глупая. Ну и дальше опять вернулись к разговоре о том, какая ТВ-мать. И Надя так и сказала, что если вы не уважаете ТВ, значит, вы не уважаете собственных матерей. Боже, я кэ, ты конченая. И у меня возникает вопрос, Надя, а за что лично ты уважаешь ТВ? Может быть, за свиноматку, а может быть, как тебя пинком под зад выпихивают, а может быть, за то, как тебя не хотят видеть, но делают это через силу. То есть, хотелось бы понять, за что конкретно у тебя ТВ вызывает уважение. И, кстати, у тебя проскальзывают взгляды на мамку такие, что ты ее готова была разодрать и придушить собственными руками. Безумные глаза, открытый рот и вот такие какие-то конвульсивные судороги, что если бы ты могла сейчас ей сделать больно и вот драть ее и причинять ей эту боль, ты бы это сделала. Поэтому поменьше пафоса, поменьше вот этого цирка, вот этого выступления, что вы не уважаете своих матерей. Кто-то есть вообще такая, чтобы рассуждать о том, уважаем мы своих матерей или не уважаем. И вообще, ребята, все больше убеждаюсь в безумии Наде. Вот эти ее выпады, вот эти ее истерики, вот эти ее срывы. Действительно, человек психически нездоров. Хотя, с другой стороны, какой бы психически нормальный, адекватный человек находился рядом с Севкой? Конечно, никакой. Поэтому и делаем выводы. А тебе, Надя, иногда стоит промолчать. Молчание золото. В твоем случае, когда ты молчишь, умнее кажешься. Ну и дальше, ребята, мамка расстроена. Никто больше распродажные лоты не покупает. Но здесь нашлись зрители, которые просят распродажу на мамину, вот эту бижутерию, мамины бусы. Мама сразу воспряла и кричит, Севки, распродавай все и делай конкретные скидки. Ну и опять пошла реклама собственных труселей, которые с Америки мамке прислали. Никто почему-то эти труселя до сих пор не приобрел. И мамке рекомендуют подарить их коке. Мамка тут же объяснила, что зачем они ему, они же женские. Они на такую небольшую, как она. Мне интересно, мама, а что вы лично видите у коки мужского? Ну вот кроме его, да, интимного причинного места, что вы увидели в коке мужской? Очень хотелось бы, чтобы вы нам это озвучили. Ну и дальше опять-таки подняли тему мамкиной личной жизни, что никто мамку по количеству мужиков не перещеголял. Но мамка тут же вспомнила, кто ее перещеголял, и сразу привела пример Аллы Пугачевой. Мама, к чему такой съезд? Мы же не спрашиваем за Аллу Пугачеву. Тем более за Аллу Пугачеву и ее в прошлом, да, там, бурную личную жизнь знают многие. Но ни на кого она особо-то и не повлияла. Ее личная жизнь. Но вы-то, вы-то зачем трогаете Пугачеву? Вы расскажите нам о себе. Ведь задали вопрос напрямую именно, касающийся вашей личной жизни. Ну и дальше затронули тему, конечно же, кукурузы. Здесь Надя, ребята, стала на амбразуру полной своей грудью, кинулась на защиту мамы. У каждого у нас была своя кукуруза. И у меня тоже. Ну, Надя, если у тебя была кукуруза, я тебя с этим и поздравляю. И далеко не у каждой из нас была эта самая кукуруза. Многие женщины предпочитают не в кукурузных полях заниматься сексом, любовью, а все-таки в какой-то, ну, интересной, достойной обстановке. Поэтому не суди всех по себе и, конечно же, по мамке. Ну, ребята, мама поставила точку в теме с кукурузой. И рассказала всем нам, что она в кукурузе просто сидела. Потому что на улице было лето, была жара, а в кукурузе было хорошо и прохладненько. Я вот думаю, блин, вот это реально спасение. Почему другие сельские, деревенские люди до этого не дошли и не додумались? Почему они летом не сидят все в кукурузных полях и не охлаждаются там? Кстати, ребята, представила картину, да, вот тебе стало прохладно. И ты взяла какого-нибудь мужика за руку и говоришь, слушай, тут так жарко, пошли с тобой в кукурузу. Вот там и поговорим, потому что там прохладненько. И я так понимаю, что именно так это все в кукурузе и происходило. Ну, и дальше Севка рассказал всем нам, что все-таки все, что он покупал для госпиталя, муку там, какую-то начинку и так далее, для вот этих пирожков, он покупал за собственный счет. А вот эти 100 долларов перевел Юле на лекарства. Опять-таки в тот же самый госпиталь, в общем, кому-то на лекарства. Ребята, ну, было бы как-то удивительно, если бы это было по-другому. Хотя ранее он сказал, Надя, отнять 300 гривен за муку и продукты, которые купил для госпиталя. Почему? Потому что, простите, ты на этом контенте заработал бабок и заработал нихреново. И ты вот эти 300 гривен окупил, я не знаю, не то чтобы 10 раз, 100 раз ты окупил вот эти вот пирожки. Поэтому это вообще как-то даже, я не знаю, поднимать эту тему, да, за свои ты купил, не за свои, даже по меньшей мере как-то противно. Тем более для блогера с таким количеством подписчиков и называть такие ничтожно маленькие суммы. Ну и дальше Севка, конечно же, затронул тему Марины. Это вот такой нежданчик, такой ляпас конкретный в сторону Надьки. Он хвалит ее за острый ум и таких еще нужно поискать. Ну и Надя, ребята, и плавненько в этот момент переводит камеру на Надю. И здесь Надю понесло. Надя прямо в коматозе в каком-то в этот момент находилась. И тут же вспомнила опять этот злополучный Новый год. И как Марина довела Севку до белого коленя. И Севка чуть не разбил телефон. Надя, уйми ты с этим телефоном. Разбил бы, пошел, купил новый. Я тебе, Надя, открою маленький секрет. Блогеры, которые постоянно снимают и монтируют ролики, вообще, в принципе, каждые полгода, там, каждые 8 месяцев меняют телефоны. Ну, потому что убиваются они. И поэтому разбил, подорвал булки и купил новый. И когда нечем Наде крыть, она все время вспоминает этот Новый год. А почему вспоминает? Потому что там Надьку умыли, так умыли. Просто конкретно давали леща за лещом, за трещину за затрещиной. А Надя только вот такие какие-то там судороги делала, билась в судорогах и пыталась дать какую-то ответку. Но ответки дать так и не смогла. И опять-таки представьте, каково ей слышать вот эти вот таланты Марины, которые замечает Севка в ней. А у Надьки всего лишь один талант. Это только тесто мес. Ну и дальше Севка задает интересные вопросы. Надик тоже у нее был первым. И с кем первым она поцеловалась? Ребята, для меня вообще дикость, когда мужчина спрашивает подобные вещи у женщины, которые не являются, например, ее спутником жизни. То есть это партнер может спросить, там, муж, жених, неважно, кто у тебя был первым и с кем первым ты поцеловалась. И то даже нормальный мужчина не будет в это лезть и этим интересоваться. Но здесь, когда у тебя спрашивает мужик, тем более спрашивает еще и публично под запись, меня это действительно ошарашило. Думаю, ну здесь Надя должна сказать, ты что, конченый, да? Что ты спрашиваешь? Ну, не в случае с Надей. Она дала четкий, исчерпывающий ответ Севке, кто был первый и с кем с первым она поцеловалась. Оказывается, это один и тот же мужчина. Севка его не знает, но Надя много о нем рассказывает. Почему рассказывает, по мнению Севки, потому что до сих пор Надю не отпустила. Но Надя утверждает, что все-таки ее от этого мужчины уже отпустила. Здесь неважно, отпустила, не отпустила. Ребята, представьте, неуважение, мало того, что к женщине, еще и к возрастной женщине задавать такие вопросы. Но Надя для того, чтобы быть Севке интересной, не останавливается ни перед чем. Чтобы Севка не спросил, она готова давать четкий, исчерпывающий ответ, чтобы его удовлетворить. Тем более, после того, как Севка сказал за Маринын ум. Вот здесь Надина самолюбие взыграло, и она готова делать что угодно, лишь бы удовлетворить Севку. И ее он тоже похвалил. Ну и дальше момент, ребята, который меня очень развеселил. Севка поет о страсти, а Надя в этот момент яблоко грызет. Причем так вот уверенно, уверенно его подгрызает. Вот это и проявление уважения к своему любимому Самвелке. Почему? Потому что, когда все-таки ты слушаешь творчество, чье-то выступление, нормальный человек в этот момент не то, чтобы ничего не жрет, а просто даже понимает, что человек сейчас выкладывается на полную катушку, и нужно вести себя все-таки как-то прилично. После, конечно, укора Севки Надя отложила и бросила пожирание своего яблока. И как вы думаете, куда бросила? Конечно, к ТВ на постельку. Ну, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!